добрый день дорогие друзья наступило время нашего урока ну и вначале несколько секунд на то чтобы убедиться что соединение интернет соединение работает нормально и может быть кто-нибудь у нас появится в эфире и тогда будет реакция обратная реакция у нас на календаре сегодня 28 день месяца и люль завтра начинается роша шана праздник роша шана ну и сами понимаете что обстоятельства диктуют нам тему нашего занятия да вот здравствуйте вот первый человек появился ирина здрасти ирина вот если будут какие-то вот еще люди появились будут какие-то неполадки на линии со звуками или с видом вы пожалуйста мне сообщите что там не видно не слышно хотя бы я буду об этом знать я начал с того что сегодня у нас 28 день месяца иллюля значит завтра двадцать девятый день в илюль в месяце илюль у нас 29 дней значит завтра вечером начинается роша шана праздник роша шана ну и поэтому обстоятельства диктует нам нашу тему конкретную конечно мы сегодня вы будете роша шана я так думаю что роша на говорят все говорят и это нормально ну потому что если наступает роша на чем же еще говорить и так главное здрасте 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 все шалом если все говорят о роша шана это очень хорошо и я надеюсь что все говорят с разных сторон и у вас как у слушателей появляется какая-то такая стереоскопическое зрение праздника вы увидите со всех сторон и это это плюс а не минус я считаю что чем больше мы говорим на одну и ту же тему и тем лучше главное постараться найти разные аспекты этой темы а так все нормально и так роша шана когда говорят что это новый год то у меня тут же возникает некая такая реакция ответить что это не совсем ну да это новый год но у нас в иудаизме у нас четыре новых года да у нас есть новых дот деревьев новых дот новый год зверей новый год людей новый год там месяцев четыре новых года и по существу новый год но это не совсем как бы вот как вот мы привыкли к тому что там 31 декабря заканчивается один год и начинается другой год здесь немножечко по-другому несмотря на то что именно в месяце тишрей первого тишрея мы считаем года ну считаем но это не начало года для нас это не начало года поскольку это седьмой месяц первый месяц у нас месяц ниссан а тишрей это у нас седьмой месяц значит начало года у нас ниссан а вот года мы прибавляем почему-то в тишрей первого тишея значит у нас вот наступает 5781 год и вот дальше важно от чего мы считаем эту цифру от чего многие как-то так по инерции говорят от сотворения мира это не точно это совсем не точно потому что речь идет именно о сотворении человека ну что сотворение мира это очень длительный процесс да он начинается когда-то и заканчивается когда-то и и какое время он длится никто не знает может быть огромное количество времени но вот шестой день творения шестой день творения это как раз и есть первое тишея вот 6 день творения когда был сотворен человек все включилось как бы все включилось и мы считаем наши года именно от сотворения человека значит если мы говорим 5781 год от сотворение человека вот это очень важный момент значит рошашана переводится как голова года и листов и это название дали этому празднику мудрецы вторе нет такого названия вторе есть название день трубления или день памяти трубления йом труа йом зиха рон ле труа день трубления так называется вот этот праздник которые потом наши мудрецы называют geashana то есть голова года года голова года достаточно точное название потому что голова это некий объект который определенным образом управляет нашей жизнью да и видимо вот этот день первого тишрея он тоже связан с определенным управлением в нашей жизни есть какие-то аналогии значит роша шана это один из праздников перечисленных в таре в таре перечислено 8 праздников но 2 рошходыш начала месяца новомещи после разрушения храма он изменил немножечко свою сущность шаббат он не совсем хаг его регулярность каждый седьмой день его как бы вот поставила в стороне от того что мы называем хагим и получается что хаг хаг праздник у нас вот 6 6 праздников таких актуальных я их перечислю это значит песах и скот из египта это шевод стояние у горы сина и божественное откровение получение закона шевод следующий идет роша шана голова года йом труа день трубления потом идет на 10 день йома кипу рим после него через три дня наступает праздник суккот который длится семь дней и на восьмой день праздника суккот праздник шмини ацерет шмини это восьмой ацерет это восстановку восьмой заключительный вот шесть праздников которые существуют в еврейском календаре они актуальны они расположены определенным образом причем как ни странно что четыре из них находятся вот в одном месте месяц тишрей он поэтому и называется ходыша это ним месяц могущих могущественных нужно там целых четыре праздника рошана йом кипур суккот и шмини ацер четыре праздника два праздника песах и шевод находится вот вместе несан вместе сиван понимаете чтобы понять что на самом-то деле мы празднуем чтобы понять что мы празднуем есть разные способы это сделать то есть что происходит в этот праздник главная установка вот главная абсолютно важная установка праздник связан с некими событиями то есть в какое-то время происходили какие-то события и эти события зафиксированы зафиксированы в традиции и вот когда наступает время определенное время люди вот выполняют эти традиции вопрос зачем для того чтобы просто вспомнить что было вы знаете там произошла революция великая октябрьская мы знаем когда и вот наступает этот день и мы собираемся за столами и произносим здравицу что мы делаем мы вспоминаем это событие и может быть вот своим воспоминанием что-то утверждаем что-то отрицаем не знаю но самое важное что мы вспоминаем то что было когда-то и она естественно повлияло на всю последующую жизнь то есть значимость события она и определяется тем будет ли это событие в основе праздника или не будет так вот в основе роша шана какое событие лежит в основе роша шана ну мы уже сказали событие это сотворение человека сотворение человека повторяю не сотворение мира а сотворение человека и видимо вот это вот сотворенность человека она была но естественно важно люди появились вот мы с вами по этому поводу разговаривают конечно это важно и это вот осталось и зафиксировалась и мы даже вот считаем какое время прошло с тех пор как вот появился адам решен первый человек ну другие праздники связаны с другими событиями так вот я хочу сделать ну некое такое заявление дело в том что в еврейской традиции праздник это не просто воспоминание о каком-то события праздник он актуален здесь и сейчас то есть мы свято верим в то что всякое событие которое происходит внизу в материальном мире оно также происходит в духовном мире то есть есть отражение какое-то и если в материальном мире она происходит один раз ну допустим стояние у горы синаи да или исход из египта то в материальном в духовном мире она происходит каждый раз вот каждый раз когда время вот стрелочки приходит вот в это в это положение верхних мирах происходит то самое событие называется допустим выход из египта или состояние у горы синаи или состояние рошана то есть сотворение человека то есть там вверху эти события происходят регулярно и от того что они там происходит вниз изливается определенное количество света конкретного в определенном качестве света связанным с тем событием и мы внизу хотя не происходит этого конкретного события мы не стоим у горы синаи мы не выходим из египта мы не 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 превращаемся там из праха земного в человека нет но та энергия которая приходит сверху она к нам попадает и получается что на уровне энергии на уровне духа на уровне нашей души а значит и тело поскольку все у нас связано мы участвуем снова и снова каждый раз каждый раз участвуем в этом событии поэтому праздник это не просто воспоминание праздник это переживание снова снова и снова того самого события и поэтому в году мы восемь раз там у нас теперь уже шесть мы сказали шесть раз празднуем некие праздники и шесть раз мы переживаем вот эти вот самые события которые видимо нам снова и снова нужно пережить в течение года для того чтобы видимо жизнь наша сложилась удачно так я перехожу к тому событию кто называется сотворение человека потому что оно как раз и лежит в основе праздника голова года что там произошло если вы пересчитаете первую и вторую главу берешит то вы увидите что начинается творение творение каким образом происходит творение все очень просто значит всевышний под определенным именем сначала это имя илоким потом четыре буквенное имя всевышний что-то произносит говорит воема воемер воиор и сказал да будет свет и стал свет и сказал да будет это и стала это да и сказал будет не его сказал будет ну все все что он говорит моментально происходит сказал встала сказал встала сказал встала и вот все так это и творится так это и творится ну примерно до человека Вот когда наступает время сотворить человека, там все усложняется. Вначале тоже написано, и сказал Всевышний, сделаем человека. Он сказал, сделаем человека. А потом он начинает делать. То есть он собирает то, что называется Адама, земля. Да, он, видимо, лепит какую-то фигуру, и он вдыхает в эту фигуру дыхание жизни, так скажем. Руахаи. И вот это дыхание жизни, которое он вдыхает, даже сказано, что он через нос дыхает, в нос этого существа, которое он вылепил. И вот это вот вдыхание, оно и превращает вот этот вот прах, этот из земли сделанный объект, он превращает в живого человека, который называется Адам. Причем это было такое, женщина и мужчина в одном целом теле. То есть Захар Ваникева. Адам, Адам, то, что называется Адам, это женщина-мужчина вместе. Потом он их делит пополам, и в мужской части дает имя Адам. Значит, есть Адам первый человек, который такой андрогенус состоит из двух половинок. И есть Адам имя мужчины. Это вот, в общем-то, не одно и то же. Это разные вещи. Значит, все творение было при помощи говорения. Сказал, 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 сказал. А человек был сделан при помощи определенных действий. Причем там употребляется на изготовлении человека, употребляется несколько глаголов. Там, значит, сначала сделаем, на ассе написано сделаем. Потом он бара, бара это сотворил из ничего, творят всегда из ничего что-то, из пустоты что-то. Он бара. Потом он яцар ото, то есть он создал его. Яйцерут это сотворение, это созидание, это творческое созидание. То есть там вот эти три глагола все употребляются. Значит, человек, он сделан не так, как все остальное. Все остальное через слово. А здесь сначала вылепил, а потом вдохнул. Потом вдохнул. Может быть, вот этим человек, видимо, и начинает отличаться от всего сущего мира. Поэтому я беру на себя смелость утверждать, что человек не совсем часть этого мира. Не совсем часть этого мира, потому что он сделан по-другому. И в силу того, что он был изготовлен по-другому, он должен тоже созидать свой мир. Человек не может жить просто в природе. Он должен построить свой мир. Я считаю, что город это, или вот такое общежитие, много-много домов вместе, распределенных как-то, а может быть, это деревня. Это и есть мир человека. Человеку нужно построить дом. И рядом другой дом, и еще дом, улица. И вот это мир человека. Конечно, он находится в природе. И, конечно же, в человеке есть определенные элементы этой природы. Это все понятно. Но человек не часть природы. Вот как животное, допустим. Он не часть природы. Он вне этого. И между человеком и природой есть определенные отношения. Достаточно непростые. Они были тоже заданы в первых главах. Значит, мы видим, что человек создан не так, как все остальное. Человек биполярен. То есть, с одной стороны, он из земли его вылепили. Это нечто такое материальное. С другой стороны, он получил дыхание в себя. В него вдохнули нечто. То есть, мы говорим в душа. Вот душа и тело, материальное и духовное. Вот этот симбиоз и есть человек. И, исходя вот из этой двойственности, на самом-то деле, нужно рассматривать все остальное. Вся жизнь, имеется в виду жизнь материи, жизнь всего сущего, она биполярна. Она состоит из двух начал. Духовного и материального, отрицательного и положительного, черного и белого, верха-низа. То есть, добра-зла. Этот ряд можно продолжать сколь угодно долго. То есть, есть биполярность, двойственность. И вот эта двойственность, она как раз в своем столкновении и реализуется через деятельность человека. Деятельность человека – это понятие очень обширное. Очень обширное. Исходя из природы человека, то, что она двойственна, я думаю, что и все существование этого мира и человека, включенного в этот мир, тоже двойственно. Тоже двойственно. В конце концов, ведь что происходит с самого начала, если мы читаем книгу Баришит? Вот создан таким образом вот этот двойственный человек, да, он помещен в Ганеден, в такое пространство, которое называется райский сад. Ему дано некое задание, ему дан некий запрет. Он этот запрет преодолевает, то есть, он нарушает этот запрет, да, то есть, известное как первородный грех. Дальше Всевышний его судит, и он его прощает частично, да, то есть, он его не уничтожает. Он его только изгоняет из пространства, которое называется райский сад. И он его изгоняет на землю, грубо говоря, да, в материальность. Вот это происходит. Значит, сотворение человека, его прегрешение, его суд, его наказание, изгнание, по существу, ну, все это умещается вот в этот вот так называемый праздник, который начинается первого тишрея и заканчивается десятого тишрея. От Роша-шана до Йома-ки-пурим. Создал человека, дал ему все, поместил в Ганеден, дал приказание, человек его нарушил что-то, был судим, частично оправдан и изгнан. Вот эта вот история, ну, такая немножечко звучит, она очень как-то мифологично достаточно, потому что себе сложно представить, что такое Ганеден, что такое райский сад, потому что это, видимо, не материальный мир, это мир и духовный. И вот из материального, из духовного мира он изгоняется в материальный мир. С тем, чтобы там работать, что-то делать, и в конце концов, все, что сотворено, должно вернуться к своему началу, то есть круг должен замкнуться, в конце концов, человек должен вернуться, будет в райский сад. Ему никуда не деться от этого, то есть вот этот круг замкнется когда-нибудь, произойдет то, что называется, исправление вот этого первородного греха, и человек вернется снова в райский сад, и, видимо, вот этот вот вид творения закончится, может быть, там будет что-то другое, но мы этого не знаем, это не в нашей власти. Вот, значит, Рошашана как раз, он и есть, вот тот маленький отрывочек, когда мы из пространства Ганеден, рая, выходим в пространство земли, вне этого райского сада, обретая, значит, кожу, по существу, обретая себя как материальное тело. Вот это все, мы все крутимся вокруг одного и того же. Но надо вот что понять, что Рошашана и Йом-Кипур – это один из шести праздников. Ведь странно рассматривать каждый праздник отдельно, хотя можно это делать, потому что они все связаны между собой. Начиная от Исхода и заканчивая вот Шмини-Ацерет праздником – это весь годичный цикл, который имеет значение только в связке, когда одно превращается в другое, потом в третье и в четвертое. Давайте посмотрим эту связку, давайте взглянем на нее со стороны, что это за связка и что это. Мы говорим о шести праздниках. И в этих шести праздниках есть одна очень интересная закономерность. Обратите внимание, Пейсах – Исход из Египта. Всевышний нас вытащил из рабства, потом Он совершал для нас всевозможные чудеса, Он нас привел на 49-й день к горе Синай, дальше у горе Синай было божественное откровение. И там мы получаем закон, то есть Тару. Это все одно событие. Получается, что выход из Египта и проход к горе Синай и божественное откровение – вот это и есть, собственно, праздник. Начинается он в момент исхода и заканчивается в момент божественного откровения, когда все люди, которые там стояли, превращаются из семьи и пришлых, которые к ним примкнули, в единый народ. И этот народ получает закон. Вот значит, праздник Пейсах и праздник Шавуот по существу один праздник. И действительно, мы ведь даже считаем дни, счет Омара от Пейсаха до Шавуот, мы считаем, когда начинается Пейсах, первый день Пейсаха прошел, и мы начинаем счет. И заканчиваем как раз вот шестого Сивана на сорок девятый день. Получается, что это один праздник. Начался он в момент исхода и закончился в момент божественного откровения. Один праздник. Значит, вот два праздника, один праздник. Дальше идет у нас Роша-Шана Йом-Кипур. По существу тоже один праздник. В Роша-Шана, голова года, некий процесс начинается, потом он длится, и на десятый день он заканчивается. Получается, опять-таки, два праздника, они два, они действительно два. И то и другое называется микроэйкодыш, священное собрание. Но по существу это начало и конец одного процесса. Пейсах Шавуот это один процесс, Роша-Шана Йом-Кипур это второй процесс, это едино что-то. Дальше наступает Суккот. Мы начинаем строить вот эти дома своевременные, дальше начинаем там жить, гостей приглашаем, причем гостей разных. Очень важно понять, что в эту Суккуб приходит так называемый Ушпизин. Ушпизин это, ну, не совсем живые, материализованные гости. Это говорится Авраам, Исхаки, Аков, Мушея, Аарон, Йосеф и Давид. Вот эти вот Ушпизин на арамейском языке гости. Каждый день мы также читаем молитву и приветствуем, что первый входит Авраам, все остальные за ним. На второй день первый входит Исхак, а все остальные за ним. На третий день первый входит Яков, определенные сущности. И так, таким образом, все наши вот эти самые праотцы, они изо дня в день ходят, входит, это Ушпизин, это помимо тех нормальных людей, живых, которые приходят. И вот так длится праздник, он длится семь дней, и мы обязаны сидеть в Суке, поскольку туда приходят вот эти вот люди, Ушпизин. И дальше, когда праздник Суход заканчивается, наступает следующий праздник, что называется Шмени Ацерет, восьмой остановка. И что там происходит? Да ничего особенного. Больше нам, в гости к нам никто не приходит, но что там говорится? Там происходит встреча между Всевышним и его народом. То есть праздник Суккот превращается в праздник Шмени Ацерет, в котором происходит встреча народа и его Творца. Значит, начинается все с исхода, когда Творец выводит этих людей из египетского рабства и заканчивается встречей. Встречей в собственном доме, на своей земле, ведь Сукумы должны уже строить, когда мы будем на своей земле. Встречей между народом, человеком и Творцом. Вот этот путь, годичный путь, мы прошли. Теперь смотрите. Пейсах и Шавод. Кто инициирует это действие? От кого оно исходит? От Всевышнего, конечно. От Всевышнего. Всевышний выводит, ведет нас, совершает чудеса, ведет нас, там столб идет перед Лавой, мы знаем, куда идти, приводит нас к горе Синай, ставит нас у горе Синай и открывается этим людям, чтобы дать им закон. То есть народ пассивен, Всевышний активен. Понятно, да? Все исходит от Всевышнего. Два первых праздника, это от Всевышнего. Два первых праздника как один. Пейсах, Шавод, он один. Активен Всевышний, народ пассивен. Дальше начинается Роша Шана и Йом-Кипур. Вот здесь я нашел очень интересное одно замечание. Наши мудрецы в трактате Сангидрин рассуждают о празднике Роша Шана. И там они говорят очень интересную вещь, что в Роша Шана происходили всякие события, в том числе в Роша Шана евреи перестали выходить на рабские работы по приказу фараона. То есть с Роша Шана они перестали подчиняться фараону и перестали выходить на вот эти вот рабские работы, к которым они были приговорены. Это произошло в Роша Шана. А что произошло в Йом-Кипур? Какое-то конкретное событие, связанное с евреями, опять-таки. Очень известное событие. Моше приносит вторые скрижали с горы Сина. Вы же помните, что первые скрижали он разбил. Потом он долго молил о прощении, потом пошел за вторыми скрижалями, и вот вторые скрижали он приносит как раз в Йом-Кипур. Значит, вот в этой связке Роша Шана и Йом-Кипур есть два значимых события. Евреи перестали выходить на работу, на рабские работы, то есть они фактически освободились от паров. Они перестали ему подчиняться. И второе, они получили скрижали завет. Значит, если в первой паре инициатор Всевышний, то во второй паре, как мне кажется, инициатор Человек. Человек перестал выходить на работу, и человек получил свои руки скрижали. Вот конкретно. Это вот вторая пара, вторая двойка вот этих самых праздников. Роша на Йом-Кипур. Есть третья пара. Суккот Шминяцерет. Мы сами строим суку по определенному закону. В эту суку приходят некие духовные сущности, естественно, не по нашей воле. Мы их только приветствуем. То есть мы строим, и они приходят туда. И наше действие есть, мы строим, и действие сверху, они туда приходят. И вот эта вот связь, вот эта мощная связь, мне кажется, и есть синтез первых двух двоек. Когда активен Всевышний, вывел, привел, горе, открылся. Когда активны мы, не Вышний на работу и получили вторые скрижали. В Суккот это как бы соединяется. Там и мы, и Он Всевышний, и человек активен, и небеса работают. И вот эта двойная активность, двойственная активность, это как бы синтез первых двух пар. И тогда все заканчивается тем, что наступает Шмени Ацерет. Встреча Всевышнего и народа. Значит, получается, что вот эта вот триада, о которой когда-то гениально заявил Гегель, знаете, он заявил о триаде, он сказал, что весь мир существует по принципу теза-антитеза-синтез. То же самое и здесь я вижу. Теза – это действие сверху, это Пейсах, Шевод. Антитеза – действие снизу, Рошашана, Йом Кипур. Синтез – это Суккот. И тогда заканчивается восьмым. Число восемь – это всегда число внематериального мира. Материальный мир заканчивается числом семь. А восьмое – это внематериального мира. То есть, по существу мы возвращаемся в Ганеда. Если это внематериального мира, то Шмени Ацерет – это встреча со Всевышним, это возвращение в Ганеда. То есть, в системе этих шести праздников заключен весь процесс, который должно пройти человечество с момента изгнания из райского сада до момента возвращения в райский сад. Вот что происходит за эти шесть праздников. За эти три пары. И каждый год оно повторяется. Понимаете? Эта схема, которая задана в первых главах Тары Берешит, она все время повторяется. То есть, первый раз на уровне духовного, потом на уровне материального, когда это было связано и с Митсраемом, с конкретными действиями и прочее, и со скрижалями, и с Тарой. То есть, так же, как задан человек. Сначала идея человека, потом она воплощается. Как он был сделан, так это все. Значит, получается, что Роша Шанай Йом Кипур это наша инициатива. Наша инициатива. Мы действуем. Мы что-то делаем. И поэтому, смотрите, весь ходыш Илюль, весь месяц Илюль. Мы готовимся. Мы говорим, что Всевышний вышел в поле. Мы можем его встретить. Мы пытаемся очистить себя. Мы пытаемся совершить некое покаяние. Мы пытаемся решить те проблемы, связанные с обещаниями, с долгами, которые у нас появились. То есть, это наше действие. Роша Шанай Йом Кипур это наша активность. Не активность Всевышнего. Активность Всевышнего была исход из Египта и Шавот. Это его активность. Наша активность это Роша Шанай Йом Кипур. Если мы здесь не проявляем эту активность, то синтеза сукот по существу не получится. И, естественно, не получится возвращение в Ганедов. Если каждый год мы этот цикл проходим, то, естественно, из поколения в поколение мы потихонечку совершаем то, что мы называем Тикун Тлали – общее исправление, которое должно совершиться для того, чтобы все человечество вернулось в состояние Ганеден до грехопадения. Вот так я вижу этот праздник. Вот в этом смысле он для меня интересен, что он является инициативой снизу, инициативой, идущей от человека. Поэтому сказано, каждый ответит за то, что он делает. Что такое ответить за то, что я делаю? Значит, я что-то сделал, и я за это беру ответственность и, соответственно, получаю плюс или минус. Это результат моих деяний. И это поэтому связано с головой, потому что голова у нас отдает отчет, если она нормально как-то существует, она отдает отчет тем поступкам, которые совершает человек, она их оценивает с разной точки зрения, она планирует, она делает какие-то выводы, подводит какие-то итоги. Это и есть голова. Это и есть голова года. И это не обязательно быть в начале года или в конце года. Это может быть, как у нас в седьмой месяц. Поэтому, да, вот завтра мы как раз и вступаем в эту ответственную пору, когда мы начинаем становиться на суд, днем один, день суда перед Всевышним, для того, чтобы, видимо, вот этот год ответить за него, что мы сделали. И поэтому мы так усердны в своих молитвах, поскольку мы понимаем, что если он судья, Всевышний судья, он милосерден, он может простить, и поэтому мы обращаемся к нему со всякими просьбами и такие долгие, длинные молитвы. А Йом-Кипур вообще мы пытаемся свою материальную сущность несколько унизить через пост, а духовную возвысить, чтобы еще чуть приближиться к нему. Это самый близкий день, когда Всевышний подходит на самое близкое расстояние ко Всевышнему. Если девятая ава – это самое далекое расстояние до Всевышнего, то Йом-Кипур самое близкое. То есть это веселый праздник. Мы не едим не потому, что мы грустим, как в девятой аве – это пост, связанный с разрушением, с несчастьями. Здесь нет. Здесь как раз мы ближе всего ко Всевышнему, и мы постимся для того, чтобы просто возвысить немножечко нашу духовную сущность, чтобы поближе оказаться рядом с ним, и тогда, возможно, наша молитва дойдет до него, она дойдет, и будет, соответственно, реакция. Вот так я вижу вот эту вот систему праздников как систему, которая работает ежегодно, и в одно и то же время все это повторяется, а не просто мы вспоминаем, что было когда-то. Вот это я вам хотел рассказать. Сейчас я посмотрю. Если есть какие-то вопросы конкретные, то вы… я попытаюсь на них ответить, конечно, если я смогу. Так, 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 пока вопросов нет, есть только имена. Так, 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 есть поздравления, спасибо и вам также. Так. Это я просто просматриваю, что здесь написано, и здесь… Почему сделаем, а не сделаю? А, там очень интересно. Он обращается к ангелам. Есть разные… Вот там, как написано, на Ассе это Адам, то есть Всевышний говорит, сделаем человека, и сделаем во множественном числе. Есть разные объяснения, почему, к кому он обращается, или к ангелам, или ко всей природе, которая уже существует, чтобы каждая дала по элементу, чтобы состоять человека. Но мне нравится другое объяснение. «Сделаем» – это Всевышний и человек делают человека. То есть человек – это единственное, извините, недоделанное существо, весь мир абсолютно гармоничен, человек – он ущербен. Для того, чтобы он должен был сам себя доделать. Поэтому «сделаем человека» – это «я Всевышний начну, а ты, человек, закончишь». Вот поэтому он… Как мне кажется, вот это объяснение мне больше всего нравится. «Сделаем я Всевышний, и ты человек, мы будем делать тебя». Человек тоже доделывает, он тоже в этом участвует. Так я это вижу. Так. Так, так. Ну вот. Вот вроде как нет вопросов больше нет конкретных. Я вам всем, всем нам желаю Шанатова, хорошего года, и Хатиматова, записи. То есть вы знаете, что несколько книг открываются, и главное, чтобы нас записали в правильную книгу. Но мы уповаем, верим, что суд Всевышнего, он абсолютно справедливый, абсолютно милосерден. И что бы ни произошло, я думаю, что если человек верит во Всевышнего, он будет благодарностью принимать все, что Всевышний ему даст, потому что Всевышний действует только во благо. Всевышний никому никогда не вредит, и никого никогда не наказывает. Люди сами, доделывая себя, вредят себе и наказывают себе. Я вам желаю Шанатова, Гмар Хатиматова, и даст Бог, мы будем встречаться. Всего хорошего. До свидания.